Друзья, мир всем! Мы тут занимаемся реализацией программы доступное и комфортное жилье нашим пятачкам. Строим тут новый не знаю как, скворечник назвать. На самом деле это такой домик небольшой. Летний навесик. Все очень просто, но сложность вся заключается в том, что из ничего нужно что-то сделать. У меня там большая куча дров. Именно дров таких досок, которые старые постройки ломали. Я выбирал каждую досточку плюс-минус получше. И вот так вот сделал. Читая каркасное строительство. Конечно, когда есть уже опыт, то тогда уже легче. Тогда уже не страшно. Знаешь с чего там начать, что как. Вот видите, конструкция такая. Обязательно треугольник. Это самая жесткая фигура должна быть. То есть не просто вот эти одни стойки. Шифер тут какие-то эти тоже кусочки, обрезки нашел. Вот. Я думаю, на ну, на там, на две, на три головы, может быть, хватит. Будет спать в тесноте, да не в обиде, чтобы теплее было. Это я еще бока не зашил. Сейчас вот здесь вот корыто будет. И тут небольшая сложность. Получилось, что ну, как-то так, из-за столбов, что пришлось, не знаю, если видно, как бы его немножко неровно сделать. Вот. То есть если была бы прямая стенка, я бы сделал бы, ну, поровнее. А то получилось немножко, как бы, это, с наклоном. Ну, я так решил сам себя проверить. Можно сказать, заморочился на пустом месте. То есть можно было там сделать ровно, и тут как-то это все сделать. Ну, думаю, ладно. Сделаю так. Вот. Собственно, всегда интересно жить в деревне, когда ты живешь на земле вообще. Значит, то, что ты созидаешь, и оно вот оно стоит. Ты вот что-то сделал, и ты видишь, вот оно это, твоих рук делает. Ну, даже такое простое дело, элементарное. А если там кто-то строит дома, например, там еще что-то. Вот. И это всегда классно. То есть это не какая-то такая непонятная деятельность, которую не видно. Вот. Ей там, ну, в городе, как обычно, суету наводит, а ничего не видать. А здесь вот конкретно видно. Ну что, продолжаем, значит, работать. Здесь вот у нас этот новый участок. Ну, как новый. Он уже был частично разработанный. Вот. Деду поросят хватит. А то, что поросята разрабатывали до этого, у нас вот все это получилось в один большой огород теперь. Даст Бог, потом еще теплицу поставим. Ну, в общем, система, когда поросят разрабатывают землю, мне очень понравилась. Целик, огораживаешь, они все вспахивают своими пятаками хорошо. А потом просто вот попросили этим мотоблоком уже. И пушистая земля. Всем я желаю, значит, ну, особенно мужскому населению, да, не бояться, что-то делать, созидать, перенимать опыт, потому что наш трудовой опыт начался с самого детства. Ну, вот лично мой, там, лет 7-8, когда мы восстанавливали от эту деревню. То есть, ну, я смело говорю, участвовали в восстановлении этой деревни. Вот, были пацанами, нас учили, тогда не было саморезов, учили забивать гвозди, разбираться, какие они и так далее. То есть, вот, работать топорами, пилами. Сейчас, конечно, все покруче. Вот, какие-то грубые моменты я гвоздями делал, старыми. Вот, а уже здесь вот все-все саморезиками. Жук-жук-жук, там, большими, маленькими, все, то есть, ну, где вот не надо бить сильно. Вот, и, соответственно, поскольку уже не раз это делаю, уже есть опыт. Поэтому не бойтесь, творите. Все, желаю всем успехов и смелости. Вот, работа закончилась, все идет с пользой. Вот, а вот это все остаточки пойдут в баню. Тепло. Так что у нас ничего не пропадает. Никаких выбросов лишних. Вот так.